Большой привет! С вами Кирилл Голушков, подкаст «Истории про историю». Я рассказываю об истории нашей планеты в историях с нашей планеты. Сегодня речь пойдет о возникновении государственности на Руси и личностях, прямо связанных с этими событиями. Прижимайте на ушки к ушкам и погружаемся. Вообще, говоря о государственности, нужно сказать, а что это вообще такое, эта ваша государственность? Государственность означает, что какое-то общество, ну, допустим, нация или народ имеет свое государство. Это такой особый признак, который говорит нам о том, что у вот этого общества есть свои законы и правила института управления, которые этим самым обществом, собственно, управляют. Прямо сейчас восток и юг Европы заселены преимущественно славянами. Но ученые до сих пор не пришли к единому мнению, не до конца определились, а как вообще славяне пришли в Европу, да и, собственно, откуда. Но по факту историки рассматривают две основные версии. Первая – это то, что славяне были здесь испокон веков. То есть они тут жили, были коренным населением и все время существовали только здесь. Никуда не уходили, ниоткуда не приходили. Такое население умные дядьки в халатах называют еще автохтонным. Есть при этом вторая версия, что славяне раньше себе жили-нетужили в Центральной Европе. Но потом они по определенным причинам рассосались и осели в вышесказанных районах. Начали там свое жили-были продолжать, а в Центральной части, ну, просто не остались за ненадобностью. Ну и надо бы сказать, что большинство ученых склоняются, что версия с, так сказать, переездом братьев-славян из Центральной Европы на Юг и Восток более правдоподобная. Поэтому мы возьмем ее за основу и будем вести повествование так, будто так оно и было на самом деле. Когда славяне притопали в Восточную Европу, они с удивлением обнаружили, что вообще-то жилплощадь там не то чтобы свободная, ибо жили там другие ребята, финно-угры. По правде говоря, что славян, что финно-угров, их было настолько немного, что площади там хватало всем. Расселились они спокойно, жили мирно, бок о бок друг с другом, мешались, женились, любились и так далее. Забегая вперед, я даже скажу, что финно-угры в ходе этого процесса были ассимилированы славянами, то есть стали частью их общества, то есть приняли обычаи, язык, традиции славян. А произошло это все почему? А потому, что культура славян была более развита, и принятие ее для финно-угров значило продвинуться вперед. Не могу не сказать, что племен славян было очень много, и не совсем корректно всех их подбивать под одно такое понятие «славяне». Это более такая обширная тема, поэтому мы не будем заострять на этом наше внимание, потому что ключевой роли в теме нашего сегодняшнего разговора племена не играют. Тем не менее, племена славян отличались друг от друга, и иногда довольно сильно. Например, самыми цивилизованными считались поляне. Центром полянской земли был город Киев. Собственно, именно из-за их цивилизованности Киев и стал одним из центров Руси. Но это я опять же немножко забегаю вперед, не могу сдержаться от спойлеров, такова душа натура, уж простите. В то же время жили на севере от полян другие ребята, древляне. По словам летописца Нестера, предположительного автора повести временных лет, древляне заметно отличались от более кротких и цивилизованных полян. Нестер называл их зверьем, живущим по-скотски и постоянно убивающим друг друга. Мол, жены у них общие, а невесты краденые. И тут можно было бы сильно удивиться, мол, каким образом два живущих столь недалеко друг от друга племени настолько сильно отличаются. Но есть несколько важных нюансов. Во-первых, не стоит как на духу верить всему, что писал Нестер. Истории известны случаи, когда киевские князья специально давали летописцам задание так или иначе очернить врагов Киева и переписать историю на свой лад. А древляне как раз являлись непримиримыми врагами Киева. То есть технически это может быть как истиной, так и банальной пропагандой. Вот такая она пропаганда первого тысячелетия нашей истории. А вообще на тему характера славян есть одна забавная шутка. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там они не работали. Ну, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Кстати, о Нестере и его повести. Что это вообще такое? С чем это едят? Повесть временных лет – это очень старая книга, которая рассказывает о событиях, произошедших в Древней Руси. Создали ее примерно в 1110-х годах. Мы знаем они благодаря древним спискам книг, которые сделали в примерно 14-16 веках. К сожалению, оригинал повести не сохранился. Изучить его историкам не представляется возможным. Поэтому имеем, что имеем. Эта книга была основной для многих других русских книг о тех временах. Нестер же, в свою очередь, был мужиком, которого указали в одном из тех самых списках книг как автора повести временных лет. Причем только в одном единственном списке – в Хлебниковском. Ряд историков вообще считают, что никакого отношения к написанию повести он не имеет. И был упомянут так просто. Но все же в современной историографии принято считать, что Нестер летописец все-таки был автором повести временных лет. Короче говоря, как и в ситуации с расселением славян, мы примем на веру этот факт. По правде говоря, чем глубже в лес, тем толще партизаны. То есть, чем дальше по хронологической линии от нашего времени, тем больше вещей, которые приходится принимать на веру, так как доказать или опровергнуть что-либо практически невозможно. Но это явно тема для отдельного, большого подкаста. Если интересно, дайте свой фидбэк в соцсетях подкаста в описании. Вернемся к нашим баранам. Ну вот, жили себе славяне и жили. Че бубнить-то? Ну, возникает логичный вопрос. А как они жили-то? Че делали? На самом деле, как почти все народы в те времена, они в основном занимались земледелием. То есть, использовали читы на умножение еды путем помещения ее в землю и ожидания какого-то количества времени. Но и тут есть одно очень большое но. Занимались они этим совсем не в привычном для нас всех виде. Короче, классическое на тот момент земледелие пашиное. Его еще называют плужным. То есть, когда ты используешь всяких валов, лошадей, иной тягловый скот вместе с различными пахотными орудиями. То есть, там, саха, плуг, всякое прочее. Славяне же в обсуждаемом нами отрезке времени использовали подсечно-огневое и переложное земледелие. Давайте разбираться, что это такое. Подсечно-огневое земледелие – это когда ты находишь лесок, подрубаешь там деревья, оставляешь их сохнуть на корню и потом просто их сжигаешь. Экология – привет. Потом, после этого адского пожара, достаешь из земли пни, кидаешь залу на эту землю и используешь этот участок, пока у тебя там хоть что-то вообще растет. Когда это что-то перестает давать какое-то даже подобие еды, ты просто забрасываешь этот участок и 25-30 лет его не трогаешь, пока на вновь не вырастут деревья и почва не восстановится. Цикл замкнулся, начинай по новой. Переложное земледелие – тоже процесс довольно, так скажем, зажигательный. Ты выжигаешь траву в лесостепной зоне, залой удобряешь землю, немного ее рыхлишь и используешь так же, пока почва благодародная. Но так как залы с травы куда меньше, чем с деревьев, то и использовать такой участок получалось меньше. Но зато вернуться на него можно было уже лет через 8. Что касается животноводства, тут славяне вообще не парились. Они разводили мало животных, так как банально в этом не было нужды. А если нет нужды, то зачем заниматься этим вопросом? А вот охота у славян играла важную роль. Но, правда, охотились они в основном на пушных зверей. Белок, куниц, соболей и так далее. Еще была у них в быту такая интересная штука, которая называлась бортничество. По сути своей, это пчеловодство, но имеет ряд важных отличий. В стандартном пчеловодстве домашние пчелы живут в ульях. Пчеловоды контролируют, чтобы у них все было хорошо, собирают их мед и живут в таком, ну, можно сказать, своеобразном симбиозе. Бортничество – это когда ты собираешь мед диких пчел, которые живут в дуплах. Фактически ты сам делаешь дупло и надеешься, что туда прилетят пчелки и будут тащить тебе мед. Ну, а ты будешь его собирать. Абсолютно не беспокойся о том, как у них здоровье и нужен ли им там психотерапевт. В старину на бортные деревья распространялись права собственности. Вот представьте себе. Вследствие чего они помечались разнообразными знаками, которые говорили о принадлежности этого самого дерева, этого самого дупла и, соответственно, этого самого меда кому-либо. Знаки эти знаменами назывались. Согласно русской правде, о которой мы с вами в следующих выпусках обязательно подробно поговорим, человек, уничтоживший бортное знамя, был обязан уплатить штраф в размере 12 гривен, чтобы вы понимали, сколько это. Столько же платили штраф за убитого холопа. За порчу дупла, в то же время принадлежавшего смерду, то есть обычному человеку, со злоумышленника взимали 2 гривны. А если ты попортил княжеское дупло, то, будь добр, заплатить 3. Возникает логичный вопрос. А куда славяне девали все то, что добывали? Ну, разумеется, они использовали это в своих нуждах, но точно так же охотно вели торговлю. А вот как и с кем торговали славяне? Это отдельная тема. Был, короче, такой торговый путь. Путь из Варяг в Греки. Этот путь шел из Балтийского моря, через реку Неву, Ладожское озеро, потом еще ряд водоемов, Волоки до притоков Днепра и по Днепру в Черное море. Давайте разберемся сначала, что такое Волоки и что с ними связано. Волок — это участок суши, обычно с перевалом, между двумя озерами или реками, через которые тащили суда с использованием грубой человеческой силы. То есть в нашем случае эти Волоки были около Киева, чтобы перетаскивать суда из реки Ловоть в реку Днепр. Делать это приходилось, причем далеко не малое расстояние. Путь из Ловоти в Днепр был примерно 240 километров, и большую часть времени приходилось использовать очень малые реки и физический труд. Вообще нужно отметить, что богатство и развитие города напрямую зависит от того, проходят ли через него торговые пути. Ведь любой уважающий себя правитель будет брать плату за то, что товары везут через его земли. Также купцов нужно накормить, напоить, поселить. Им можно что-то продать, у них можно что-то купить. В общем, выгода всем. Но вот тут возникало одно большое но для этих самых купцов, которое было напрямую связано с теми самыми волоками, о которых мы только что с вами поговорили. Тащить корабли и лодки 240 километров, ну, вообще-то дело тяжелое и опасное, потому что там, где есть товары и деньги, там есть разбойники, которые вообще-то очень хотят самостоятельно распорядиться этими товарами и денежками. Русский князь не дурак, был бы дурак, не был бы русский князь. Такую выгоду упускать не хотел, а потому предлагал купцам помощь в охране их передвижения во время волоков, чтобы у них не отобрали все их имущество и не оставили лежать в сырой землице славянской. В теории у купцов было два варианта. Согласиться и заплатить, или отказаться и самостоятельно справляться. Но на практике второй вариант был очень-очень теоретическим. Это, знаете, есть такое понятие американский выбор. То есть выбор из двух опций, когда одна из них априори не является опцией и предложена как видимость альтернативы. Вот тут было так же. Киевский выбор, можно сказать. А что, собственно, происходило, если купцы твердо говорили «Нет, не нужна нам, князь, твоя охрана, денег мы тебе не дадим, иди сам зарабатывай на фрилансе или соболей стреляй, мы тебе ничего платить не будем». В таком случае князь обижался и посылал свою дружину от охранных услуг, которой купцы только что отказались, ограбить этих же самых купцов, так как местность была дружинником известная, земля родная, а планы и маршруты купцов очевидными. В итоге в накладе княжества никогда не оставалось, а князь получал свое. Можно очень долго рассуждать о моральной, этической стороне такого поведения, но это политика. Политика дело грязное и морализаторство нетерпящее. Поэтому мы с вами давайте не об этом. А что везли те купцы, которых так охотно сопровождали, ну и крабили, нужно подчеркнуть. Из Скандинавии, например, тащили железную руду, моржовую кость, изделия из кожи китов, например, веревки для кораблей в те времена делались из кожи китов, оружие, художественные изделия, а также вещи, которые викинги украли в Западной Европе, такие как вины из Франции, украшения и драгоценности, шелковые ткани, серебряная посуда, например, все это отлично воровалось и еще более прекрасно продавалось. Из Византии, например, приносили вино, пряности, украшения из ювелирных стеклянных изделий, дорогие ткани, иконы, книги. Из Прибалтики тащили янтарь. Сами же славяне продавали то, что добывали. Из Северной Руси, особенно из Новгорода, привозили меха соболей, куниц, выдр, побров. Это все называли мягким золотом, потому что стоили они очень дорого. Льняные ткани, лес, мед, воск, кованую керамическую посуду, кстати, тоже. Оружие, кожи, смолу. Из Южной Руси, ну, например, из Киева, привозили хлеб, различные изделия ремесленников и художников, серебро, видимо, нет и так далее. С Волыни привозили сланцевые плиты и другие товары. Кроме того, важным товаром были рабы, это тоже нужно отметить. Дети и молодые люди, которых викинги похищали на покоренных землях славянских племен и продавали их на рынках Константинополя. Ну, да, вот такие были времена. Переходя к жизни славян в рамках общества, нужно отметить, что в 7-9 веках жили славяне в соседской общине. Это, короче, когда члены твоей общины не только твои кровные родственники, но и другие семьи, объединившиеся в одну общину, чтобы, ну, просто проще было выживать. Жили общинники в отдельных домах, которые были рассчитаны на одну семью. Чаще всего это были полуземлянки, то есть дома, частично находящиеся в почве, чтобы проще было строить и меньше трояться на отопление дома зимой. Газ тогда был дорогой, котлы заморские, в общем, не нужны были славянину эти хлопты. Уже начинался выделяться правящий слой, князья и старейшины. У этих ребят были свои силовики, дружинники. Они подчинялись непосредственно князю и на мнение других членов общины плевать хотели. Когда это нужно было князю, они охотно принуждали людей к повиновению. В каждом племени был свой князь, фактически вождь этого племени. Одним из таких князей, например, был Кий, князь Полян, которого принято считать основателем города Киев, хотя некоторые считают его фигуру вымышленной. Вот мы и подобрались к самому созданию государства славян. Вообще, возникновение государства у славян связывают с призванием варягов. Это такая легенда, согласно которой три племени, чтобы преодолеть междоусобные войны и разборки, пригласили варягов или, как их еще называют, норманов из-за моря. По факту, позвали они скандинавов. По этой же легенде прибыли к ним три брата Рюрик, Трувар и Синеус. Но последние два довольно быстро померли и в жизни и развитии Руси особо не поучаствовали. Произошло это призвание в 862 году. Если кто-то слушает подкаст с целью дополнительной подготовки к экзаменам, запомните эту важную дату. Если кто-то слушает подкаст как основную подготовку к экзамену, побойтесь Бога и ФИПИ. Напишите в комментариях ваши контакты, я позвоню учителю, чтобы вас стругали. По все той же легенде о призвании варягов были у Рюрика два дружинника Аскольд и Дир, которым скучно стало сидеть в Новгороде с Рюриком, где он правил, и решили они пойти на греки. Но что-то там по пути не сложилось, и осели они в Киеве править. Тем самым считается, что власть на Руси была тогда сосредоточена в двух центрах Новгороде и Киеве. Потом происходит следующее. В 879 году Рюрик предположительно умирает, а на его место садится его дружинник Олег, он же Хельги, коего потом прозовут Вещем. Стал он править, так как сыну Рюрика Игорю было пару лет от роду и править ему было ну совсем-совсем рано. По легенде, Олег, взяв с собой Игоря, поплыл на юг в Киев, выманил из города Аскольда и Дира, убил их, перерезал в городе всю дружину и сел править в Киеве, объединив под своей властью два центра Руси Новгород и Киев. Это все была легенда, но что из этого правда или хотя бы близко к ней? Большинство историков признает, что Рюрик персона действительно существовавшая и что он правда происходил из варягов, то есть из скандинавов, а вот братья его, Трувор и Синеус, персонажи легендарные и их никогда не было. Многие из вас сейчас могут задаться вопросом, а откуда взялся Рюрик-то? Если он персонаж настоящий, нашу землю бренную топтавший, ну не может же он появиться из ниоткуда в 862 году, прийти на Русь и потом в 879 пропасть в никуда. А вот тут я поведаю вам одну очень интересную версию, кто же такой наш загадочный Рюрик. Большинством современных историков признается возможным, что первый правитель Руси Рюрик мог на самом деле быть конунгом Рориком Ютландским. Этот самый Рорик это довольно известный северянин, который всю свою жизнь искал славы и власти. Постоянно воевал, грабил, убивал, ходил в походы, в общем, жил короче как настоящий викинг. В один момент он вместе со своим дядей Харальдом примкнули на службу королю Франков, ну условно говоря сальмены Франции, за что получили землю, славу, деньги. Но в один момент король Франков решил их кинуть, обвинил в предательстве, бросил в темницу. Харальд пережить этого не смог и в темнице и умер. А вот Рорик сбежал и первым же делом собрав отряд, пошел нещадно грабить своего обидчика, после чего король Франков осознал свою ошибку, сказал окей, 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 вернул землю Рюрику при условии, что Рюрик, ну точнее тогда, когда еще момент Рорик, будет собирать налоги и противостоять пиратским рейдом. Понятное дело, что лояльность и веру Рорика король потерял, а потому, когда Рорик иногда собирал людей, он, в общем-то, ходил на родину с целью завоевать там власть, правда, ничего у него не получалось. А потом подвернулась удача, ему приходит офер на замещение вакантной должности князя в богатом краю славян, на что он, недолго думая, согласился. Правда ли это? Возможно. Узнаем ли когда-нибудь точно? Вряд ли. Было ли интересно послушать? Надеюсь. Большое спасибо за прослушивание подкаста истории про историю. С вами был Кирилл Голушков. Пишите комментарии, подписывайтесь на соцсети подкаста и не жалейте фидбэк. До новых встреч, еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok